На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! Гомель и БНТУ Бела сочным поединком закрывают игровую программу очередного чемпионата Беларуси по гандболу среди женских команд. Увы, интриги в противостоянии лидеров больше нет принципиального соперника. Гомель ждет в гости уже в ранге чемпиона. Матч пройдет во дворце игровых видов спорта начало в 19.00. Отмечу, что этим поединком противостояние Гомеля и БНТУ в нынешнем сезоне не завершится. 22 и 23 мая на арене Гомельского дворца игровых видов спорта состоится финал четырех Кубка страны. И, вероятнее всего, в финале розыгрыша второго по значимости трофея сойдутся именно команды Тома Жичатера и Константина Шароварова. Завтра стартует плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу. В постсезон, напомню, пробились Гомельская ВРЗ и БЧ. Свои четвертьфинальные противостояния обе дружины начнут дома. В 15.00 на арену спорткомплекса «Локомотив» выйдут ВРЗ и охрана «Динамо». В нынешнем сезоне статистика личных встреч в пользу вагоностроителей. Две победы в двух матчах. В противостоянии БЧ и Лицельмаша все не так очевидно. Железнодорожникам удалось обыграть команду из Лиды на ее поле. В Гомеле подопечные Дмитрия Камека и Виктора Торчила сыграли в ничью. В этой паре стоит ожидать самой напряженной борьбы. Стартует четвертьфинал на паркете «Локомотива» в 18.00. Также завтра в Орше встретятся «Витен» и «Борисов-900», а в Минске – «Столица» и «Дорожник». Вторые поединки серии состоятся 19 мая. Третий при необходимости – 22-го. Вадим Панков выиграл бронзу международного турнира по боксу памяти героя Советского Союза Константина Короткова. Состязания проходили в российском Хабаровске. В финале весовой категории до 75 килограммов гомельчанин уступил россиянину Егору Шапачанскому. В турнире принимало участие почти сотня спортсменов из более чем 30 стран. Около 120 спортсменов приняли участие в 24-м открытом областном турнире по вольной борьбе на призы серебряного призера Олимпиады в Барселоне заслуженного тренера Беларуси Сергея Смаля. Беларусы боролись на соревнованиях не только за награды, но и за путевки на юниорское первенство Европы. Надежда Булана и отбор прошла. Со счетом 6-0 гомельчанка была сильнее Татьяны Павлова из Минска. И теперь готовится к континентальному чемпионату, который пройдет в июне. Я была настроена, потому что понимаю, что это шанс, или ты его проигрываешь, или готовишься на следующий год. Так что лучше на этот раз было бы нормально в этом году. На турнире на призы Сергея Смаля представители Гомельской области выиграли 6 золотых наград. Кроме надежды победителями также стали Анастасия Стельникович, Валентина Филипченко, Наталья Бельская, Дмитрий Шамела и Владислав Щуко. В нынешнем году в соревнованиях приняли участие спортсмены из Беларуси, России, Украины и Молдовы. В следующем году состоится юбилейный 25-й турнир на призы Сергея Смаля. Организаторы постараются, чтобы представительство на нем было куда шире. Будем стараться на следующий год, когда это будет уже как юбилейный 25-й турнир. Возможно, будет более представительным. Постараемся выбрать сроки, чтобы в это время не было как-то параллельных турниров от этого возраста. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова